Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами Роман Головин. И сегодня я хотел бы с вами поговорить о жизни в СССР. Чем жизнь отличалась в СССР от жизни, которая сегодня предоставляется западной цивилизации? Я знаю, что многие люди никогда не жили в СССР и даже не помнят. И не вникали, в чем разница. Естественно, с точки зрения духовного развития, я попытаюсь это объяснить сегодня. Я уже чуть-чуть краем в одной лекции цеплял эту тему, а сегодня более глубоко расскажу. Вот сравнение сегодняшней жизни и жизни в СССР. Естественно, я все не расскажу, это нереально, это громадная тема. Если она будет интересна, тогда, может быть, углублюсь. Вот лично я бы, наверное, хотел бы вернуться в то время. Почему? Да, вот сегодня мы говорим, да ну там, ничего не было там. Вы знаете, вот даже сегодня подумаю, да, вот сижу и иногда думаю, хочется Волгу машину купить, да, там, сделать на ней ездить там, да. Ну, просто, ну, просто ностальгия какая-то, да. Вот мы жили, да, не было никаких компьютеров, там, да, никаких телефонов, интернетов. Поверьте, мне жили вообще отлично. Общались с ребятами, бегали на улице, да, счастливые были, ходили на речку, грибы собирали, на лыжах катались. Вообще классно все было. Какие-то давали путевки в разные санатории. Никаких бомжей на улице не было, никто не валялся, как бы, да. Да, были люди, которые мало зарабатывали, какие-то люди больше зарабатывали, вот, если вернуться в то время, если я был бы, вот, допустим, да, тем, кем я являлся до занятия ченнелинга, то есть врачом, как бы, да, там, кандидат наук, доктор наук, там, профессор, академик. Ну, академики жили вообще идеально в советское время. То есть, те люди, которые двигали страну, они жили хорошо. Можно было от самого низа пробиться до самого верха, фактически. То есть, проблем не было. Сегодня, ну, такая возможность ограничена, как бы, да, тоже есть возможность, но сегодня сложнее это все сделать. И сегодня очень все отвлекает, понимаете. Вот, что я хочу сказать. Сегодня кругом, да, хочется красивую квартиру, красивую машину, там, тюнинг этой машины сделать, там, как-то одеться там красивым, чтобы за моду угнаться. Какие-то модные очки, там, прически какие-то, покраситься надо, там, макияж, там. Это уже ничего не было практически в России, да, то есть это в ограниченном количестве было. Постоянно она зарабатывает деньги, потому что всякие, там, детям памперсы, там, еще что-то там поставил. Все это лишнее, как бы, да, то есть это, да, это облегчает жизнь. Но вас цепляют на крючок, и вам некогда духовным развитием заниматься, да, улыбиться в себя, в друзей, в семью, в соседей, как бы, да, то есть ближе к природе быть. А сегодня, да, все это ускоряется, куда-то бежим, опаздываем, там, кто-то пытается, там, мехом наружу жить, да, доказать кому-то чего-то, что вот я, там, крутой, там, давайте я буду вот это делать, или еще что-то там. Жизнь была гораздо интересней, природа чище была, да, то есть не было куча водных машин, как бы, да, вот, я помню то время очень четко, как бы, да, я жил в Москве, 6 лет мне было. Я в 6 лет ездил на другой конец Москвы, занимался плаванием, там, где сейчас храм Христа Спасителя, если там бассейн Москва был, я там плавал, профессионально занимался, ездил в метро, как бы, да, то есть у меня уходило 40 минут, чтобы туда добраться, как бы, трамвай, метро, вот, занимались в разных секциях, качались там, дзюдо занимался, там, каратэ занимался, потом уже, то есть, и к бабушке на Украину постоянно ездил, находился там, жил много времени, как бы, то есть, все нравилось, да, все жили более-менее дружно, как бы, и сплоченность какая-то была, и люди как-то больше общались. Сегодня, знаете, вот, иногда вот работаешь, работаешь, да, вот, устаешь, ну, наверное, многие меня поймут, ничего не видишь, кроме разрешения проблем там, да, и так далее. И остается какое-то небольшое время на духовное развитие, и ты понимаешь, что иногда хочется себя чем-то порадовать, там, да, чем можно, ну, что-нибудь там безделушку какую-то себе купишь, там, да, там, для чего-нибудь, вот, но это все временно, это хватает, буквально, там, ну, 5-10 дней, и все, это уже неинтересно, как бы, да, и опять обыденность наступает. Вот, а раньше, как бы, такого не было, потому что человек не знал, что это и есть, как бы, да, и вообще это существует, да, вот, сегодня, например, да, вот, люди, вот, там иномарка, там, отечественные машины все плохие, но отечественные машины, они ездят, там, по 20-30 лет, да, не ремонтируются, но они ездят. Но иномарки, они столько не будут ездить, 20-30 лет, это какие-то избранные старые тоже иномарки, современные машины столько жить не будут. Вот, часто хаят, конечно, там, власть, там, строй, там, кого-то, там, репрессировали, еще что-то, да, конечно, ну, тоже перегимы были какие-то, там, это понятно, но сама вот эта система, как бы, да, она, скажем так, больше светлых в этой системе было, в отличие от западной цивилизации, потому что от темной дали вот это все, скажем так, разностороннее, да, чтобы люди отвлекались, там, на машины, казино, там, кино, домино, там, вот это все, как говорится, да, пришло в жизнь, и люди все это хотели, да, спортзалы какие-то, там, короче, развлечение, отдых постоянно, да, то есть работа, развлечение, отдых, чтобы человеку некогда было думать, что, оказывается, еще есть развитие, зачем об этом думать, когда, вон, хорошая погода с друзьями, пойти куда-то там развлекаться. Единственное, да, что в советское время, конечно, доступ к информации не был, и духовного развития, и получить ее было неоткуда. И вот я помню, когда мама у меня в Индию ездила учиться, открывали, открыли только границу, да, то есть поехали в Индию там, начали заниматься духовным развитием, чему-то там научились. Вот в этом плане это огромный минус, что духовного развития не было, вот, это плохо, да, может быть, в западных странах более-то все открыто было, вот, но в большинстве этих вещей, то, что сегодня западная цивилизация дает, вроде бы выбор большой, но этот выбор пагубно на нас влияет, на самом деле, да. И многие люди, они уходят с пути развития, то есть они путаются, да, постоянно у них нет денег, постоянно им надо работать, там еще что-то делать, потому что сегодня все стало дорого, как бы, да, и людей на земле стало очень много. И мы все время пытаемся догнать какого-то соседа, друга, там, вот, у тебя дача есть, я тоже хочу, там, у тебя там иномарка есть, хочу там тоже себе какую-то иномарку, там, хочу то, хочу все, как бы, и человек постоянно в каких-то поисках ненужных вещей, да, а на самом деле все гораздо проще в этой жизни. И даже из себя я ловлю на мысли, что, вот, зачем я вот это начинаю делать, зачем мне вот это нужно на самом деле было, да. Вот, все-таки влияет на нас какая-то реклама, там, какие-то, там, друзья, там, видеоролики в интернете посмотрел, вот, у меня вот это есть, там, потом ты посмотрел, может, я все тоже это поставлю, попробую, да, там, и так далее. На самом деле, мало играет значение, там, на какой вы машине ездите, да, там, главное, чтобы она ехала и вас с точки А, с точки Б довезла. И вот, можно ехать, там, на определенной машине, главное, чтобы размеры позволяли, там, просто в семье передвигаться, там, и багажу, там, да. А какая-то машина, там, которая стоит, там, не знаю, там, пять тысяч долларов, грубо говоря, там, или сто двадцать пять долларов, тысяч долларов, да. То есть, опять же, часто переплачиваем за какие-то материалы, там, и так далее. Но, опять же, я утрирую некоторые моменты, да, но вы понимаете, что каждый для себя может понять, что есть для него важно, а что нет. То есть, в сущности, фактически, даже, да, говорят, что можно тупо уйти в лес, там, да, какой-то домик себе, там, построить небольшой и жить спокойно, развиваться. Но, опять же, надо же кушать, правильно, надо же периодически что-то там покупать, одежду какую-то, еще что-то. Конечно, в современном мире человек долго так не выдержит. Поэтому, нужно создать такие условия, чтобы можно было дома развиваться, да, и вот, вот, все, что в окружающем мире сегодня существует, чтобы это все очень мало на вас влияло. Да, вот я, например, да, там, люблю смотреть тоже телевизор, да, но я его смотрю, когда есть время, там, когда я ем, там, куда-то в спортзал хожу, какие-то передачи научные, там, да, там, смотрю об истории, там, еще что-то, там, какие-то, ну, интересные моменты, которые связаны с развитием человека. Фильмы, я смотрю редко очень, как бы, да, и даже взять телевизор, насколько он отвлекает людей, да, то есть, вот это время, оно могло бы быть потрачено на какие-то определенные цели, задачи. Пища была более качественная, да, когда стандарты нормальные были, люди другие были, там, можно было в любую республику приехать, и все было спокойно и нормально. Каждый народ жил на своей территории, как бы, да, то есть, сейчас все намешалось везде. Я не говорю, что это плохо, там, каждый сам может для себя это понять. Единственное, главное, когда вы куда-то приезжаете, не надо своим уставом, там, кого-то учить, там, приехали, там, в другую республику, да, и навязывать свою культуру, свои идеи. Вот это надо оставлять у себя на родине, вот, потому что, когда пытаемся что-то захватить, уже изначально конфликты какие-то получаются. Конфликты все получаются из-за религии в основном. Все эти вещи надо убрать с планеты, как бы, чтобы люди понимали, что все одинаковые, да, неважно, черные, белые, там, какие у них глаза, цвет кожи, волосатые, неволосатые и так далее. Вот, это роль не играет, а роль играет только развитие человека, а вот все вот эти нюансы, созданные темными, они очень сильно мешают, и люди постоянно находятся в тупике. Вот эти, интернет, радио, телевидение, да, в основном, в своей массе, это все мешает людям развиваться. Но вопрос, а где взять, скажем так, данные для развития? Вот, интернет тоже есть плюс, что я могу к вам обращаться через него, могу давать эту информацию, в каких-то точках мира они находились, вы эту информацию можете получить, обработать ее, почувствовать. Вот, ну, и опять же, под этим видео можете писать различные комментарии, вот, потому что за одну лекцию плюсы, как бы, да, все не скажешь, и, конечно, и минусы были. Вот, цель, с точки зрения духовного, да, понять, вот, насколько современный мир дает много лишнего человека, человек путаться начинает и уходит не в ту сторону развития, то есть человек материально очень сильно уходит и забывает о духовном. Но опять же, тоже, когда людям говорят, все, меня материально больше не интересует, я духовный человек, или когда люди говорят, давайте там, все бесплатно делайте, типа, а платно это все неправильно. Вот, такие люди ничего не понимают, финансовый мир светлый, приложили руку, мы проходим уроки через финансовый мир. То есть он сейчас нам нужен на данном этапе развития. Когда мы из нее вырастим уже, тогда нам это все не нужно будет на других планетах. Вот, тема очень интересная, на самом деле, да, конечно, хотелось бы, чтобы все это восстановилось, чтобы все жили дружно, как раньше при Советском Союзе. Ну, конечно, может быть, все это по-другому должно называться, как бы, да, там, не обязательно Советский Союз, там, можно другое название дать, чтобы люди, они спокойно перемещались через границы, да, хотя бы были на земле, там, в будущем, мы смотрим, 4-5 стран, как бы, да, и вот эти большие страны, как бы, хотя бы, это было гораздо уже интересней, нежели там 200 или 300 стран каких-то, да, которые постоянно ограничивают людей, вот, визы там, паспорта, документы, и очень напрягают, на самом деле. Заканчивая эту видео-лекцию, пишите свои комментарии, вот, чтобы другие люди читали, какие-то мысли вновь в голову приходили, и, может быть, многие люди пересмотрят свое отношение к сегодняшней жизни. Всего вам доброго, удачи, увидимся на новых выпусках, до свидания.